Так выглядит типичная сельская амбулатория. Минимализм во всем. Впрочем, здесь, в поселке Возрождения Хвалынского района, медики своими силами сделали кое-где ремонт. А вот на мебель денег не хватило, рассказывает депутату областной думы Натальи Лендегрин. В стационаре вынуждены трудиться в две, а то и в три смены. И потом еще вечером, видимо, если у вас столько систем, 8 систем, а на уколы назначаем 9 приходить. Вот так бегут. Впрочем, нагрузка медиков не смущает. Напротив, радуется, что есть работа, значимость которой в сельской территории сложно переоценить. В свою очередь, Наталья Лендегрин подчеркивает, что на примере этой амбулатории видно, насколько важно, чтобы в каждом населенном пункте была своя медицина. Но в селе есть трудности с больничными местами. До этого были круглосуточные койки, сегодня там переведено на дневной стационар все эти койки. И сами же медсестры жалуются, что не хватает места, что потоком идут люди, когда надо поставить несколько сразу систем. Что просто невозможно на четырех койках, как говорится, на шести, весь поток людей обслужить, когда мы прекрасно понимаем, что там живут более двух тысяч человек. А это уже фельдшерский акушерский пункт, села Благодатное. Под медицинский кабинет приспособили старый частный дом. Трещины по стенам, мы их вот и клеим, и все, но никак нам не удается. Состояние катастрофическое. Трещины в стенах с палец. Двери плотно не закрываются. Зимой здесь практически невозможно находиться. Таких условий не выдержал молодой фельдшер и буквально сбежал, не проработав и полгода, рассказывают местные власти. Выйти на работу была вынуждена прежний врач, хотя она уже на пенсии. Сейчас на плечах Рафики Хаметовой все местное население. Это медпункты, что ли? Я даже не знаю, это какое состояние. Сами видите его. Больных, знаете, сколько ходят? Полно ходят и дети, и эти, как его. Больные. На процедуры, на инъекции полно. Понимаем, что выделять, если средства и проводить ремонтные работы в этом доме, то, возможно, это будет просто нерационально. Возможно, лучше, если присмотреть другое какое-то здание, подделать его, подремонтировать и перевезти туда ФАП, будет гораздо удобнее и комфортнее, соответственно, работникам, те, кто там будут работать. Поэтому, ну тут, конечно, надо учитывать все. И мнение жителей, и мнение медицинского персонала, и, соответственно, тот резерв, который есть здесь по муниципальным тем же зданиям. В сельской медицине сейчас необходимо уделять больше внимания, замечает парламентарий, и нужно приложить все усилия, чтобы фельдшерские и акушерские пункты, в том числе и в благодатном, сохранить и улучшить.